Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2009 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 142 тысячи километров. Заменю на нем масло в вариаторе. Сначала солью масло, откачаю, промою, залью свежее. Опять прогоню, солью, заменю фильтр вариатора. Заменю фильтр основной в поддоне и заменю фильтр теплообменника. Открываю капот. Данных по замене в вариаторе менялось, не менялось, нет. Здесь беру узкой отверткой, нажимаю фиксатор и поднимаю щуп. Вот окошко, вот фиксатор через планку. Смотрим состояние масла. Ну, я не скажу, что оно грязное. Смертельно. Неизвестно просто, когда оно менялось, что оно менялось. Беру, откачиваю вакууматором масло через щуп. Путем откачать масло стекает даже, выкачивается даже больше, чем сливать через пробку. Также можно снять шланг с радиатора спереди и прогнать через шланг. Но я хочу откачать. Откачивать буду вот таким вот приспособлением, вакууматором, которым я всегда и делаю. Ну, хорошо видно, жидкость пошла. Сейчас пусть откачивает. Откачает примерно около 4 литров, где-то 3,5-4 литра. Масло откачалось. Получилось чуть больше 4 литров масла. Притаскиваю шланг. Беру, заливаю масло свежее, завожу и прогоняю во всех режимах. Масло буду использовать оригинальное, НС-2. Номер для заказа КЕ909-999-45. Заливаю. Как откачал, 4 литра. 4 литра заливаю. Устанавливаю воронку. Здесь главное не торопиться, полную воронку не заливать, потому что снизу есть дырочки для воздуха. И если налить полную воронку, будет через трубку вытекать частично. Не спеша вливаю. Влил я 4 литра масла. Воронку даже не снимаю. Иду, запускаю двигатель, грею коробку, а также в разных режимах попереключаю. В принципе, как и в разных режимах. Просто передача перед, зад. О, стартер еще звуки издает. Еще и со стартером предстоит в будущем. Нажимаю на педаль тормоза. Где у нас резкость? О, пришла. Вот эти щелчки, колеса сняты, щелкают ступицы в тормозных дисках. ЗВОНОК ТОМОК 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 Т Ну и все, даю еще немножко, маленько поработать, минут хотя бы 5-7 до 10, и масло подогреется, и полностью смешается со старым, а дальше также откачиваю, и потом снимаю поддон, и снимаю теплообменник, меняю фильтр теплообменника, меняю фильтр в поддоне, устанавливаю новую прокладку, и заливаю свежее масло. Я сказал 142 тысячи, 148 тысяч километров. Отвлекся маленько, 14 минут погоняла, она у меня на заведенную, беру, откачиваю, опять масло, и сейчас уже видно, масло гораздо чище стало. И откачав его, заменив фильтра, будет уже чистое масло в вариаторе. Ну, я меняю масло в вариаторе, каждое 45 тысяч километров. Вот сейчас заменим оба фильтра, 45 тысяч, потом меняем масло и фильтр теплообменника, и еще 45 тысяч, и меняем опять масляный фильтр в поддоне, и масляный фильтр теплообменника. И вот таким образом вариатор хорошо ходит, и хорошо живет. Откачиваем. Откачиваю ее масло, и вот там сухо. Можно поднимать. И разбирать снизу. Надо будет локер с левой стороны, переднюю часть отодвинуть. Поднимаем. Поднял автомобиль. Снимаю вот эти клипсы. Клипсы уже засохлись и частично разваливаются, надо новые. Снимаю кусочек пыльника. Снизу откручиваю два самореза крестовой отверткой. И также здесь тоже снимаю пару клипс, чтобы в сторону отвести локер. Так, раз и два. Вот так вот в сторону убрал. И хорошо видно теплообменник. Откручиваем четыре болта. Головка на 10. Беру средний удлинитель на 75 и ослабляю все болты. Их четыре штуки. Первым выкручиваю верхний левый. С ним удобнее. Вернее, с него удобнее начать. И им удобнее заканчивать. А дальше через гибкий удлинитель спокойненько подбираемся и выкручиваем болты полностью. Ну и разумеется, маленько у нас побежит масло. А потом мы все это замоем. Ну и сейчас по фильтру теплообменника у нас станет примерно ясно, менялось здесь масло или не менялось. Берем его немножко на себя и отводим в сторону. Он хорошо виден, фильтр. Но внешне он не грязный. Беру, подцепляю его, вытаскиваю. Резинка осталась на месте, надо будет ее достать. Масло менялось и фильтр тоже менялся. Крючком поддеваем, снимаем уплотнитель. Потому что на новом фильтре он идет приклеено. А здесь от температуры и масла он отклеивается и остается на месте. Вот кольцо резиновое. Беру новый фильтр. Новый фильтр оригинальный. 31726-1XF00. И устанавливаю его на место. Сейчас перчатки сниму. Также меняю кольцо теплообменника. Здесь под митсубисерским номером идем 2920A096. Фильтр с резиновым уплотнителем сразу, почему я говорю, надо снимать. И устанавливаю на направляющую, его одеваю. Все, фильтр установлен на месте. А теперь меняю резиновое кольцо. Можно сюда попробовать вывернуть теплообменник, что менее удобно. А можно сбоку, снизу подлезть на ощупь. Снимаю старое кольцо. У него 4 отлива установочных. Такие они просто не дают ему выскочить из паза. И устанавливаю новое кольцо. Обязательно, когда его поставим, перепроверяем, чтобы оно стояло ровно. Потому что, если оно соскочит, будет утечка масла при запуске сразу же побежит. И при том побежит хорошо. Обязательно перепроверяем, как установили кольцо. Вот хорошо видно, что... Мне хорошо видно, в камеру не знаю. Вот, кольцо установлено ровно в пазу. И... Теперь беру, отвожу теплообменник потихонечку, не шоркая кольцо, чтобы оно не слетело. Наживляю болты. Вот я его отвел и не шоркаю. Теперь просто прижал и можно наживлять. Вот один болт поджал. Теперь уже кольцо точно не соскочит. Наживляю и притягиваю все остальные болты. Затянул я болты теплообменника. Беру очистителем карбюратора, замываю подкотик все эти. Прямо отбивно оно. И снимаю поддон. Приподнял автомобиль и дождик собирается. Сейчас опять лишь бы шуметь сильно не стал. Беру по периметру, откручиваю поддон. Ослабляю, а потом шуруповертом все отверну. Летний дождь, как сон алкоголика. Краток, но крепок. Лупанул такой ливень. Буквально пять минут. Сейчас уже утихомирился. Но воды не успел налить за это время. Будь здоров. Откручиваю два последних болта. Видно, что масло с поддона еще бежит. Хотя я откачал полностью. Это стекло с теплообменника, что снимал. И еще с гидроблока натекло. Придерживаю поддон. Вот и все. Ну, магниты относительно чистые. По налету фильтр не менялся. Коробка не убитая. Вариатор не жгли. Мою поддон. И откручиваю фильтр. Три болта крепят фильтр. Один длинный. Поддон. Ой, поддон. Фильтр видно. Какой налет на фильтре. Беру новый фильтр. Устанавливаю его. Фильтр оригинальный. Трицать один семьсот двадцать восемь. Один икс зет ноль д. Фильтр сразу идет с резиновым кольцом. Тойота очень часто грешит тем, что кольца с фильтром нет. А в оригинале вставляю фильтр на место и наживляю. Подтягиваю. Подтягиваю. Сильно затягивать не нужно. Здесь достаточно семь ньютона метров. Мою поддон. И мою магниты. Помыл я поддон. Помыл магниты. Устанавливаю их на место. Вот здесь места для них специальные. Беру новую прокладку. Прокладка оригинальная. Тридцать один триста девяносто семь. Один икс эф ноль си. У прокладки есть направляющие. Когда устанавливаем, попадаем в направляющие. Одна здесь, одна здесь. Протираю по периметру корпус. Обезжириваю его обычным обезжиривателем. Я салфетку смочил. И наживляю поддон сразу вместе с прокладкой. Направляющие я попал. И чуть-чуть поджимаю. Все. Наживляю все оставшиеся болты. А затянув уже динамо ключом 8 ньютонов метров. Поставил 8 ньютонов метров. Все болты наживил. И по периметру прохожу. Все их равномерно подтягивая. Прокладка металлическая с напылением. Держит хорошо. Если ее нормально протянуть, она никогда не бежит. Беру, замываю маленько. Так, чтобы не брызгать. Ну, а теперь можно опускать и заливать масло. Опустил автомобиль. Пыльник пока я сбоку не ставил, чтобы посмотреть на подтекание. Беру новую банку масла полную. Заливаю где-то 4,7 литра. Потому что, учитывая, что я откачал чуть больше 4 литров. И где-то грамм 500-600 у меня еще стекло, пока был снят поддон. Потихонечку, точно так же, не спеша, заливаю коробку. А после этого уже запускаю, прогреваю ее и измеряю уровень масла. Залил масло. Запускаю двигатель и смотрю на подтекание. Гор Какой-то вот звук Есть в вариаторе на холодную Если вы слышите Такой вот Потом он проходит Ну нет Никаких подтеканий нет Все сухо Нагреваю коробку до 45-50 градусов И измеряю уровень Выставляю его по щупу Все, разогрел я коробку 46,8 градусов Беру щуп Измеряю уровень Чтобы он не защелкивался В обратную сторону разворачиваю Масло я еще доливал В процессе Вот получается у меня Посередине между метками Если посмотреть Вот заштрихованная часть И две метки У меня получается Посередине По середине Это нормальный уровень Все Можно защелкивать щуп на место Фиксатор я Поворачиваю и защелкиваю Все, он не выскакивает На такую замену у меня ушло 9,6 Остаток немножко 400 грамм остался Сейчас поднимаю Автомобиль Сбоку Беру новые клипсы Закрываю Лючок Пластиковый Пыльник Поправляю Пыльничек И защелкиваю Все клипсы Взял новые Потому что старые Все развалились Также два самореза Снизу прикрутил Устанавливаю Колеса И на этом все Замену Масловариатори А также Фильтров Я закончил Всего вам доброго Подтеканий Никаких Снизу нету Все сухо Выносной радиатор Стоит Вот он Можно было снять Вот этот шланг И с него Уже слить масло Через него Прогнать Это если Не снимать Поддон Так можно так На этом все Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok